Предвзятая выборка. Данная ошибка заключается в том, что из всего массива доступных нам данных выбираются лишь те, что поддерживают доказываемый тезис, а прочие просто игнорируются. Так, в дискуссиях о существовании Бога нередки ссылки на мнения ученых-атеистов или агностиков, что вера и наука несовместимы и что настоящий ученый просто обязан быть атеистом. На самом же деле статистика показывает, что в числе лауреатов Нобелевской премии за 20 век атеисты составляют лишь 10,5%. В то время как почти две трети Нобелиатов более 65% христиане, 21% иудеи, 1% буддисты и менее ни одного процента составляют мусульманы и индуисты. Марксисты же, например, считая классовую борьбу движущим началом общественного развития, объявляют опустошительные средневековые крестьянские войны главной причиной перехода Европы к капиталистической экономике. Технический прогресс, связанный с развитием науки, которое в свою очередь было порождено созданием христианской церковью, покрытой в покрыши всю Европу сети университетов, оказывается как бы всего лишь побочным эффектом. Еще большую изобретательность марксистам приходится проявлять при объяснении, как прекратилось свое существование то, что у них называется рабовладельческим строем. Благодаря церковной проповеди библейского отношения к личности, в 4-5 веках нашей эры рабство и работорговля исчезли на территории всей Римской империи, а в 8-9 веках и среди прочих народов Европы. Вторично это повторилось в 19 веке с работорговлей, порожденной колонизацией африканского континента. Но для обоснования своей теории о роли в этом классовой борьбы марксистам приходится ссылаться на восстание Спартака, имевшее место в 1974 году до нашей эры, то есть на полтысячелетия раньше. Увы, предвзятая выборка – излюбленный метод, используемый богословами для составления теорий, в подтверждение которых приводятся лишь соответствующие им тексты из Писания. Те же, что не вписываются в поставленную задачу, остаются без внимания. Например, целая система может быть выстроена на тексте, всякий, пребывающий в нем, то есть во Христе не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не опознал его. 1 Иоанна 3 глава 6 стих. Если при этом, конечно, игнорировать исходные апостольские слова того же самого послания. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. 1 глава 8-10 стих. Субтитры создавал DimaTorzok